МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня у нас тема, о которой мы много раз писали. Я думаю, что мы еще много раз к ней вернемся, потому что эта тема 90-х годов, она не уходит. Не уходит ни из нашего сознания, ни из исторической уже теперь литературы. Поскольку в 90-е годы сменялась страна, менялись люди, менялись мы. И мы до сих пор пытаемся понять, куда мы поменялись, почему мы поменялись, зачем мы поменялись. И вклад в это изучение 90-х годов сделал его сегодняшний гость и собеседник, писатель Саша Кругосветов. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Виталий. И главный герой этой книги – это и Борис Абрамович Березовский, и Егор Гайдар, и другие герои 90-х годов. Саша, знаете, первый вам вопрос такой, насколько эта книга, чтобы понять далее, так сказать, смысл, что ли, нашего разговора, насколько эта книга документальна? Ну, она документальна процентов на 70. Там процентов 70 – это чистый нон-фикшн. Внутри книги есть еще одна книга, она так устроена. То есть одна – это история о неком вымышленном герое, который живет в 90-е годы, но он живет в абсолютно конкретных обстоятельствах, встречается с конкретными людьми. И вот эта часть истории полностью основана на моем личном опыте, потому что в 90-е годы я работал в довольно крупной бизнес-структуре, и я знаю это лично. Вторая часть книги – это книга в книге, которая посвящена тому, как могут рождаться такого рода авантюрные характеры, которых было много в 90-е, ведь в 91-й год это можно считать у нас капиталистической революцией. И я сравниваю героев вот этой капиталистической революции с героями, достаточно известными, которых я подобрал. Социалистической революции. Да, да. Октябрьской революции. Некоторые не любят слово революции, любят говорить переворот. Но я считаю, это абсолютно неважная терминология. И там у меня, я сравниваю детство, зрелость и падение, еще трех крупных фигур – это Троцкий, Азеф и Парвус. И я сравниваю их с некоторыми героями 90-х, чисто психологически, потому что оказывается очень похоже. И детство похоже, и период возвышения, я там называю утро, полдень и закат. И как бы такая, ну, скажу, к сожалению, потому что жизнь любая много весит на весах истории. У всех бесславная концовка, одинаковая бесславная концовка. А если это сравнение, то в чью пользу? Я имею в виду сравнение большевиков, революционеров того периода и революционеров... Ну, я не всех, я же беру... Или вы, или здесь нет? На мой взгляд, все-таки Троцкий суммарно гораздо более крупная фигура по сравнению с Азефом и с Парвусом, безусловно. И по сравнению, ну, предположим, возьмем центральную фигуру 90-х. То, что я из тех, кого я рассматриваю, Березовский, да, более крупная. Но в целом они, так сказать, друг друга стоят. Это как бы такие люди, которые немного наполовину черти. Вот. И если возвращаться к мифологии, к молоту ведьм, то, так сказать, я шуточно там рассматриваю механизмы, как в хорошей еврейской семье может получиться наполовину черт. Слушайте, но вы там пишите, это плутовской роман, да? Плут, ну, в моем представлении, да, это же уже характеристика. Да, она... Все-таки она носит такое отрицательное, я бы сказал, да, немножко характерно. Коннотация отрицательная. Да. Хотя плут бывает... Не обязательно. Хотя плут бывает симпатичный. Да, но вот Бендер же симпатичный плут. Бендер бывает симпатичный плут, но они плуты ведь чем симпатичны, что они борются с еще большими плутами. Или плутами, как правильно сказать-то по-русски. Я имею в виду, да, что это не такое... Фигара ни с кем не борется. Он живет сам по себе. Да. Я имею в виду, что Бендер своим, свое мошенничество, да, он направляет против еще больших мошенников, чем он сам. Да. Да, там, корейка этот, подпольный миллионер и так далее. Да. Здесь не получается ли так, что, ну да, плут... Слушайте, ну, время такое. То, что вам кажется плутовством, на самом деле, ну, скажем так, политика, которая всегда немножко такая плутовско-интриганская. Ну, можно говорить, что вы правы, что плуты или плуты, они бывают очень симпатичные. И вообще, как бы, ну, для нас, читателей, писателей, и вообще, как бы, для среднего человека, вот всякое нестандартное поведение кажется интересным. Поэтому мы с удовольствием читаем книги и смотрим фильмы, там, предположим, «Соньки золотой ручки». Вот. Ну, к плутам можно отнести... Колумба, например, тоже. Он тоже был обманщик, он тоже, так сказать, он был авантюристом. Вот от плута до авантюриста дистанция очень небольшая. И практически большинство крупных известных деятелей, они, как правило, авантюристы. Это те, кто пытается добиться результата, не имея точного обоснования своих шагов и пути, не имея точных гарантий, что они достигнут данного результата. И в этом плане, как мы их потом разделяем? Тот авантюрист, который достигает положительного результата, попадает в аналоистории, как, предположим, Александр Македонский, предположим, Бонапарт или Владимир Ильич Ленин. Безусловно, он попадает в аналоистории. Хотя все трое были, безусловно, авантюристы, как и Чингисхан, и кровавые авантюристы они все были. И Петр Великий тоже такой же был. Ну а кто-то, кто терпит поражение, тот остается плутом и обманщиком в первую очередь. Ну да, то есть если ты побеждаешь, то ты оправдан историей. Да, ты оправдан историей, да. Ну хорошо, но тогда с этой точки зрения вы считаете, что герои 90-х оправданы историей или нет? Они победители или они пораженцы? Ну я могу говорить только о тех героях, которых я касаюсь. То есть это вот работники логоваза. Немножко я освещаю и младореформаторов и прочее. Ну на 100% нельзя сказать, что они победители. Скорее, скорее для меня они пораженцы, потому что в результате они своими усилиями направлены в первую очередь, как правило, некоторые наличные обогащения, получение личных выгод на разграбление страны. А некоторые, многие младореформаторы, я по-другому бы сформулировал, просто пришли молодые люди, которые пороха не нюхали. Они не знали, как строить и говорить, что там другие не знали. Знали, был опыт Польши, был опыт Венгрии. Но они были тоже авантюристы. Они делали то, что им казалось нужным. Может быть, с благими намерениями. Кстати, большинство авантюристов имеет благие намерения. Кто-то работает чисто на мошенничество, а многие просто хотят хорошего результата. Но что-то было достигнуто. Нет вопроса. Но, тем не менее, если рассмотреть детально, как мы прошли 90-е, и как из этого выросли 2000-е, мы видим, что не только 2000-е, но это не сегодняшний разговор, но и сегодняшние дни, они имеют корень именно в 90-х. Вот как тогда было построено, так Россия потом росла. Особых рывков не было. Все, что дальше происходило, можно говорить, влияние личности. Есть влияние личности, но небольшое. Все, что было построено тогда, то, что корни, которые пустило растение того времени, оно дало соответствующие ветки и соответствующие плоды. Это можно в деталях все рассмотреть, и в моей книге это рассмотрено. Если хотите совсем вкратце сказать, ну давайте начнем с того. Горбачев оказался слабовольным и не сумел защитить государственные интересы. Оказался недостаточно образованным, чтобы преобразовать Россию. Ельцин полностью... Давайте тогда по очереди. Ну давайте. Хорошо. А где он не отстоял государственные интересы? Ну при... И в чем государственные интересы? Вы знаете его? Знаю ли я государственные интересы? Да. Ну если... В вашем понимании государственные... Ну в общем на то время Советский Союз был лидером стран... Социалистического лагеря. Социалистического лагеря. Группы стран Восточной Европы. Так. Вот. И безусловно было противостояние с западной цивилизацией. Там в чем-то было слияние и было противостояние. Но в конце концов Советский Союз с решением, ну не знаю уж, Политбирону во главе с Горбачевым пошел на то, чтобы объединить Германию, чтобы ликвидировать стену, чтобы отпустить полностью страны, как мы называли, народной демократии, чтобы расформировать вот этот самый военный союз Восточной Европы, который возглавлял. И может быть, я не берусь судить, я не историк, что это и правильно было сделано, и неплохо, я лично приветствую это, но надо было за это взять соответствующую цену и соответствующие юридические обязательства. Второе, у Горбачева не хватило решимости провести реформы. Многие сейчас экономисты высказывают, что тот потенциал, который имел Советский Союз, если бы ничего не менялось, вот просто ничего, он имел потенциал на 20-30 лет сохраниться. Вот так вот законсервироваться, как было при Леониде Ильиче Брежневе. Вот эти реформы, они были настолько неудачные, что они стали разрушать. Значит, ну, в принципе, у меня не об этом, не о Горбачеве, мы о 90-х. Но о 90-е можно начать с величественной фигуры Бориса Николаевича. Бориса Николаевича, вот опять я не буду судить, хорошо ли то, что был распущен Советский Союз или нет, хотя на момент распуска не было такого центробежных сил у всех республик, кроме в Рибалтике. Они появились позже, после Беловежских собраний. Что вы, Саша, но все референдумы прошли в 91-м году. Референдум о сохранении Союза был до Беловежских соглашений, который подтвердил желание остаться в Союзе. Да, но после этого референдума все республики проголосовали за независимость. Последний был Казахстан накануне Беловежского соглашения. Когда Россия объявила, что она хочет остаться одна, они все поддержали. Мне кажется, это так было. Последовательность была такая. Более того, есть еще одна важная вещь, что если уж распускаться, то нужно было распускаться грамотно. Собрать комиссии, рассмотреть границы, понять... Ведь границы между республиками были на обум святых, были сделаны при советской власти. Более того, я считаю, что Москва была заинтересована, ну та вот еще, ленинская Москва была заинтересована в том, чтобы было побольше при програничных конфликтов, потому что она могла быть арбитром. Поэтому это носило очень много случайный характер. Посмотрите о Крыме. Возьмем стихотворение Бродского, которое пишет о Крыме и Украине. Нетрудно поднять, например, выступление Собчака, который говорил, что это была огромная ошибка, что при подписании Беловежских соглашений не была оговорена судьба Крыма. Ведь никто в России, ну, скажем, до Беловежских соглашений, дальше я не берусь судить, не видел Крым Украиной. Они видели могилу трех адмиралов в Крыму, они видели вот эту великую историю завоевания Крымом. Даже в большей степени в сознании обывателя Крым мог быть татарским, чем украинским. Понимаете, потому что история его, конечно, была татарская и величественная история была в свое время, связанная с Великой Турцией и так далее. Так что вот это подписание Беловежских соглашений, оно было абсолютно выполнено наобум святых и непрофессионально. Это тоже одна из причин. Возьмем дальше. Либерализация. Что говорил Гайдар? Гайдар сказал, вот эти люди, эти специалисты, эти предприятия, они нам не нужны. Мы должны снести все до основания, и рынок все построит правильно. Вот абсолютно большевистский подход. Я какие-то вам могу привести примеры, что... Ясно, что нужно было демократические механизмы вводить. Суды, Дума и так далее. Этим не занимались. Но самое главное, они занимались промышленной политикой. Вот я приведу вам какой-нибудь пример простой, бытовой, который я хорошо знаю. На тот момент в Ленинграде, он еще, по-моему, до 92-го года был Ленинград, если не ошибаюсь, когда Ленинград стал Петербургом, когда выбрали мэра Собчака. Вот, Романов, который вы знаете, было построено полтора десятка шикарных, современнейших птицефабрик. Я это довольно прилично знаю, потому что как раз в это время у меня жена, кино и телережиссер, она снимала об этих фабриках фильмы и обливалась слезами. Там все было шикарно сделано, там были очень сильные руководители. Им ничего не нужно было, ни денег, ничего. Они не могли свою продукцию довести до рынков. Коррупция, ножки Буша и так далее, куча. А государству нужно было просто дать возможность законодательно им нормально выходить на рынки. Они сбывали бы свою продукцию. Вот вам один пример. Второй. Рыболовство. Рыболовство. Как только началась приватизация, за бесценок все суда были проданы. И сейчас, если вы поедете в Мурманск и прочее, почти нет судов. А то, что осталось, изничтожены все фабрики, то, что рыбаки вылавливают, им выгодно привезти не на базу, а встретиться с норвежским судном в море и перегрузить норвежский рефрижератор и получить наличные бабки. То есть, вообще, как бы, никто не думал о промышленной политике. Если уж я хочу... Слушай, извините, я просто по ходу дела вам задам вопрос. Мне кажется, это такая довольно распространенная позиция, такая, я бы сказал, критика слева, безусловно. Да, это критика слева, такая ностальгия по Советскому Союзу и по Советской экономике, забывая, мне кажется, о том, что, собственно говоря, Советский Союз развалился, а Советская экономика оказалась настолько неэффективной, что от нее все бежали. А вы, как бы, ностальгируете по тому, что было неэффективно, что вам жалко ту экономику, которая заставляла вас стоять в очередях, получать какие-нибудь там заказы и так далее и тому подобное. И вам этого жалко? Как бы я сказал, боже, Виталий Наумович, как вы ошибаетесь. Ну, наверное. Я всегда был критиком того, что если я глубоко вижу недостатки, потому что я работал в промышленности. И то, что я говорю, я вовсе предлагаю возвращаться не к социализму, а просто к нормальному хозяйствованию. Вот посмотрите, с 90-го года у нас не было никогда у банков механизма проектного финансирования. Вот я объясню совсем вкратце, что такое проектное. Это выдача кредита предприятию не под залог, а под проект, в котором государство, то есть предприятие, как правило, вообще денег не получает, а по его поручениям банк тратит на необходимые механизмы для запуска этого проекта. Это гарантирует, что деньги не уходят на покупку валюту, на покупку яхт, на дивиденды и так далее. У нас нету такого механизма банковского. Хотя, посмотрите, вся Европа заполнена инвестиционными банками. Этим надо заниматься. Разве это советский вопрос? А посмотрите пример, когда Примаков был премьером. С одной стороны, то, что так поднималась экономика, это был результат всего предыдущего. Я не буду спорить, что только благодаря Примакову. Но и благодаря Примакову в том числе. Во-первых, он своей вкратчивой манерой, медлительной речью умел успокоить общественность, на мой взгляд. Второе, он привлек специалистов по промышленности. И занимался предприятиями. И мы получили два года прирост по 10%. Тогда разве социалистическая была промышленность? Да, но мы с вами, конечно, не экономисты. Но, насколько в моем понимании, таком примитивном, не надо забывать рост на какой базе. Рост после дефолта. После дефолта рост дается легко, хоть с Примакову, хоть без Примакова. Слушайте, когда вы в нуле или в минусе, то любой рост будет большой. Вы знаете, я могу ошибаться, я уже подзабыл немного, но мне кажется, что не самый популярный глава Центробанка Герасченко на тот момент внес свой вклад именно в рост промышленности. Мне так казалось. Я могу ошибаться. Ну, наверное, нет, но все внесли свой вклад. Нет, не социализм, а просто больший порядок, забота о предприятиях. В общем, как бы два больших механизма упустили, благо реформации. Вы понимаете, в чем, мне кажется, здесь проблема, когда мы обсуждаем 90-е? На этом месте несколько раз сидел, я много раз, и не только на этом месте, например, я очень часто беседовал с Григорий Алексеевичем Явлинским, который тоже критик тех реформ, которые были в 90-е годы у нас. Он считает, что можно было делать все по-другому, можно было все делать так, как он предлагал. Я его понимаю, как эксперт, как специалиста. Конечно, там, наверное, многим экономистам обидно, что не им было поручено это реформирование. Но делали так, как могли делать, делали тот, кто смог это сделать. Как сделали? Понимаете, мне кажется, в этих рассуждениях всегда есть один крупный изъян. Никто не знает, как правильно. И если то, что вы предлагаете, мы не знаем, как бы это обернулось. Потому что у Гайдара все тоже было на бумаге, что называется, в концепции, все было выстроено очень правильно. И рынок действительно должен был все исправить. И он действительно очень много исправил. Другое дело, что издержки очень большие оказались. Но, может быть, эти издержки были неизбежные, может быть, другие издержки были бы еще больше. Это же неизведанный путь был. Я очень часто это повторяю. По-моему, мы с вами как-то беседовали. Я вам тоже это говорил. Я очень часто повторяю очень простую фразу, сказанную Валенцией президентом Польши в те годы еще. Он сказал, говорит, мы всю жизнь изучали... У нас учебники были о переходе от капитализма к социализму. Ни одного учебника обратного пути у нас не было. Да, поэтому шли во многом на ощупь. Вы говорите, что получилось в Польше и в Венгрии. Получилось, и не только там. Но, кстати говоря, у нас шоковая терапия – это польский вариант реформ. Другое дело, что советская экономика, российская экономика настолько большая, она труднее поддается реформированию, труднее поддавалась реформированию. Все намного сложнее. Слишком большая ломка была. А любая ломка, она, конечно, связана с огромными издержками. Извините, что я так долго говорю. Я не то чтобы пытаюсь вам возражать, я просто хочу, чтобы в конечном итоге возобладало понимание того, что, наверное, можно было сделать лучше. Безусловно. Но как, боюсь, никто не знает. Ну, мы с вами остановились на одном моменте, назвав... Там проектировали финансирование... Перед этим какие-то моменты. Можно говорить о будущем. Но в данном конкретном случае я могу сказать, что у меня... Я, естественно, не могу говорить, вот если бы так поступили. Но, тем не менее, факт, и благодаря реформатору подтверждает это, они не занимались построением демократических механизмов. Не занимались... Нет, они занимались чисто экономикой. Да, не занимались. И это неправильно, потому что, если был суд, если была бы по-настоящему свободная пресса, а не пресса Березовского с Гусинским, вот, многое могло бы быть иначе. Если бы не было расстрела Белого дома... Ну, опять же, я не могу точно сказать, но мне кажется, что можно было идти на переговоры, и можно делать более левой политику и не свергать парламент. Это был, на мой взгляд, недемократический переворот. Так же, как были недемократическими первые выборы Ельцина. Ну, не первые, а вторые. 1996 года? 1996 года, да. О, бросили. Да, да. Ну, там, слушайте, по сравнению с тем, что вы видели поток, это были частичные... Не важно, а это как бы все накапливается, грехи наши растут, понимаете, и мы под их тяжестью сгибаемся. Это правда. А вот если и про экономику говорить, я одну вещь, например, не могу согласиться, которая очевидна всем. В какой-то степени я могу говорить по экономике, потому что я довольно большими промышленными проектами занимался в своей жизни и при советской власти, и потом. Поэтому определенный уровень компетенции, мне кажется, у меня есть. Прежде чем отпускать цены, нужно было вот эти рубли, которые считались навесом, наполнить наполнением. И это было так просто. Пусть масса людей, имеющих деньги на сберкнижках, купят маленькие магазинчики парикмахерские. И сразу же бы этот рубль приобрел бы вес. Ведь хорошо говорить, что, например, рубль не имел веса, потому что не было товара. Но товар был, была земля, было предприятие, конечно, например... Следующие люди, вы хотите их заставить покупать? Они купили бы, имея... Да, вот люди с удовольствием купили бы маленький автосервис, купили бы парикмахерскую, конечно... Я бы не купил. Ну, вы бы не купили. Я как советский человек, я боялся. И, в общем, до сих пор фактически боюсь бизнеса. Да, я стал покупать, как только сразу появился... Ну, да, а сколько людей не стали покупать? Ну, кстати, покупали, приватизация прошла, но это, во-первых, была бы не бесплатная приватизация, а платная, понимаете? И, во-вторых, рубль бы наполнился наполнением. У нас было много чего. Ну, потом, что говорить? Я считаю, что все признали, что залоговые акционы – это было абсолютно коррупционное действие. Мы не будем обсуждать это приобретение за копейки. То есть, фактически, у нас с вами, у народа, но мы тоже с вами кусочек народа, были огромные средства, которые, как бы, они были неовеществлены. И у нас с помощью вот этих мошеннических схем были отняты. Потом, да, признал Чубайч, что это было ошибкой. Потом он противодействовал это, за это поплатился своим местом, кстати, заодно вместе с Немцовым. Но, тем не менее, это факт, это факт. И не только это, можно о многом говорить. Если вы интересуетесь, в книге я привожу, я ни свои домыслы не привожу. И вообще своих суждений стараюсь не приводить, они, возможно, сквозят. Вот, сейчас я говорю с вами напрямую. Но я стараюсь приводить факты, причем не в своем, как бы, изложении, а в основном цитируя. Цитируя газеты крупных людей. И читатель может сам решить, вот, как история шла по верному пути или нет. Тем не менее, я хочу сказать, что, как 90-е были, безусловно, продолжением 80-х, на мой взгляд, ну, это, наверное, отдельный разговор, почему это произошло. И, возможно, вы тоже не согласитесь. Ну, это и хорошо, почему обязательно соглашаться. Вот это, здесь у меня нет возражения. А также и 2000-е, 2010-е, ну, про сегодняшний день не будем говорить, сейчас идет вообще коренная ломка, и сегодняшний день у нас вообще мы переходим в какую-то, и не знаю в какую, но совершенно в другую эпоху. Вот, но, во всяком случае, 2000-е, 2010-е, на мой взгляд, это было логическим продолжением 90-х, и мало влияло на это выбор наследника, преемника. То есть, пришел бы Степашин, пришел бы Примаков, примерно это было бы все то же. Может быть, более удачно, может быть, менее удачно. То есть, как страна развивалась, было заложено. Это объективная реакция на 90-е. Да, вы знаете, это зубы дракона, посеянные в колхиде. Вот мы колхида, и зубы дракона сейчас пышным цветом расцветают. Может быть, настала пора их срубать, это другой вопрос, не знаю. Понятно, понятно. Чем вас так привлек Борис Абрамович? Ну, во-первых, книга, конечно, не только о Борисе Абрамовиче, она... И там она начинается с его похорон. Я так понимаю, что в основном это английский период его жизни. Нет, нет, нет. Это в первой главе. Первой главе, да. Знаете, это как бы ретроспектива такая. Вот я взял последнюю главу и переставил на первую, чтобы мы увидели, чем человек жил и с кем он остался без детей, без друзей, без денег у разбитого корыта. И только, пожалуй, что дети, которые, возможно, искренне его любили, и все, и больше ничего. Что тоже, конечно, немало, слава богу. Вот такая концовка. Но книга, конечно, о 90-х. И вот основная линия, там вымышленный герой некто Турчин, Сергей, который имеет вехи биографии, близкие к моей, но прототип совершенно другой, если реальный человек. Вот его путь. Он поступает работать в Лаговаз и работает там до 2000 года. Вот описывается. И там мы увидим всяких людей, и крупные фигуры, и мелкие, и Березовского, и Патришвили, и Литвиненко мы увидим, и Леню Богославского мы увидим, и погибшего Мишу Гафта мы увидим, и более простых фигур, типа секретаря Иры Пожидаевой и так далее. Юла Дубова, который со временем стал генеральным директором, сейчас как бы писатель в Англии живет. Так что мы увидим многие фигуры. Это, кстати, написал очень хорошую, на мой взгляд, книжку, большая пайка. Не только. Он написал четыре книжки, все книжки хорошие. Он вообще во всех отношениях, безусловно, абсолютно талантливый и очень образованный человек. И очень обаятельный. Очень. Вот он, как все авантюристы, дьявольски обаятелен. Такой вопрос. А вы себя тоже считаете? Вы же бизнесом занимались? Да. А вы тоже авантюрист? Конечно. Да? Да. Ну, я поскромнее. Менее нахальный, с меньшим размахом. То есть я в этом плане, Борис Абрамович, конечно. Уступает. Да, там я уступаю. Ну, Борис Абрамович, многие уступают. Да, да, да. Я не знаю, кто его превосходит. Нет, ну, может, недаром сблизились. И вот меня пригласили работать. Я возглавлял филиал северо-западный. Моговарный? Да, да. Наверное, какое-то притяжение было. Да, в этом плане черты характера вообще есть. Ну, мне кажется, мне кажется, к сожалению, мне придется себя даже похвалить, что я человек более организованный, лучше знаю свои красные линии, стараюсь за них реально не заходить и так далее. Я, собственно, это не в упрек я вас спросил, а для того, чтобы задать такой вопрос. А не является ли такая авантюрность, что ли, да, авантюрить, как сказать, авантюрность, непременным атрибутом вообще бизнесмена, тем более уже удачливого бизнесмена? Я думаю, что зависит от времени. Если начинать сейчас, то не обязательно быть авантюрным, можно как бы идти шаг за шагом. Более рациональным. Да, да, шаг за шагом. А в те времена, конечно, нужно быть авантюристом, потому что правила менялись ежедневно. И никто не мог прогнозировать... Как курс доллара. Да, никто не мог прогнозировать, что будет завтра. Поэтому все действовали в условиях неопределенности. Ну, просто одни имели определенные для себя, как я уже сказал, красные линии. Они считали, что они должны переходить за определенные границы человечности, честности, правил игры, эгоизма и так далее. А у кого-то они были в меньшей степени или вообще отсутствовали. Вот. Если вы меня спросите, например, не грешил ли я против человеческих качеств, ну, мне кажется, что в бизнесе в то время невозможно было не грешить. В какой-то степени грешил, старался не грешить, но и потому именно... А эта книжка в какой-то степени покаяния тоже, не? Ну, не покаяние, но мы можем видеть главного героя, вот какие-то он в какой-то степени отражает мои мысли. Вот. Но именно по этой причине я где-то в 96-м году уже принял решение о том, что я должен уйти из этой системы, что она не устраивает меня по тому уровню отношений, по тем методам, которые они работают. То есть по этическим соображениям. Да, чисто по этическим. И я ушел, например, я ушел тогда абсолютно без денег, без связей. То есть я так принял решение, чтобы мне потом ни бизнесмены, ни бандиты не предъявляли. Я должен уйти, был голый. И более того, все свои личные обязательства, которые я дал по бизнесу, уже не работая там, я еще два года завершал, чтобы отдать, сдать документы и считаться, поставить галочку, что я отчитался и закрыл вопрос. Поэтому я думаю, что я до сих пор как бы жив. И в какой-то степени удачи. То есть речь шла не только, так сказать, чисто об этике, но и о страхе в каком-то... Да, мы жили в страхе. В этой книжке вы прочтете, как в кабинет главного героя, ежедневно приходили разные, как тогда говорили, авторитетные предприниматели. Ну, некоторые фамилии общеизвестны, как Юрий Шултов, например. Юрий? Шултов. Шултов, который «Собчачье сердце» написал. Вы же петербуржец. Да, я петербуржец. И, соответственно, каждый из них что-то требовал. И вообще требовалась колоссальная психологическая устойчивость и осмотрительность, чтобы, как у Конецкого написано, пройти без крушения между мифов и рифов. Поскольку это все было на ваших глазах, Петербург тех лет – это действительно такой бандитский Петербург, это действительно такое сращивание бандитских разного рода группировок и чиновников, и власти в какой-то момент. Ну, я думаю, что не только Петербург, но и Москва тоже. Другие города я не знаю. И, кстати, у меня были филиалы в Калининграде, в Карелии, в общем, в Пскове, везде. Но только надо понять, что такое сращивание. Сращивание – это не значит, что там руководитель города, один из руководителей, был одновременно бандитом. Сращивание… Это то, что они были сотрудниками, сотрудничали. Они там, да, причем и самые отъявленные демократы, я не хочу даже фамилии, они приходили на стрелки, встречались, это все… То есть они были партнерами. Это все был единый котел, ну, можно сказать, поневоле, но партнерами, да, конечно, да. Вот, там, например, от каждой группировки был свой генерал на Литейном-4, Литейный-4 – это большой дом, который курировал эту группировку, но зато группировка давала деньги, чтобы был назначен необходимый генерал туда, вот, который их устраивал. То есть они все взаимно влияли, и фотографий было очень много, отцы города встречались с неофициальными, а те тоже были отцы города. И, пардон, извините, я, может, скажу крамольную вещь, у мэров и у губернаторов была своя крыша. И когда менялся мэр и губернатор, то крышу устраняли, предыдущую, вот. Так что такое было, да, и я думаю, что неплохо очень Константинов написал о бандитском Петербурге, и сериал, он популярный не только потому, что он хорошо снят, он на самом деле близок к жизни, там прототипом главного героя является Кумарин, вот. Который сейчас отбывает пожизненный срок. Да, да, отбывает, да. А Кумарина же называли, если я правильно понимаю, ночной губернатор. Да, ночной губернатор. Он как бы был разводил, он мог решать вопросы, да. В том числе и с властью. Он же судился, что он отстаивал, что он не является там руководителем ОПГ, вот, Тамбовской. Судился, доказывал, что нет, он настоящий. Ну, я не буду другие фамилии называть, но тоже люди судятся, кто жив остался до сих пор, что нет, они настоящие предприниматели, они ничего ОПГ. ОПГ, но мы-то все это видели, мы это все проходили через все эти приемы. Я, знаете, очень часто вижу, что люди, советские люди в первую очередь, то есть, как мы с вами, да, выходцы из советской среды, которые не знали, в общем, такой рынок, да, мы очень часто ворами, преступниками, да, называем просто, там, очень часто богатые люди. Потому что в нашем представлении нельзя стать богатым не просто так. Да, ты обязательно что-то сделал не то, ты нарушил закон в самом плохом случае, а то и там убил, не знаю, что там еще делал, утюг держал, да. Нет вот такого у вас ощущения, что вот мы иногда перехлестом, я не хочу отрицать, да, всех этих бандитских разборок, там, и того, что это был бандитский капитализм, первый, это, безусловно, так, но иногда, вот, собственно говоря, до сих пор, слово олигарх, что такое олигарх, это, ну, крупный капитал, да, любая экономика, даже в, даже левая, даже в так называемых социалистических странах, капиталистических, я имею в виду, там, типа, Креции. Это может влиять на работу по банкам. Большая экономика, она всегда имеет крупный капитал, да, и олигарх – это обладатель крупного капитала. Нет, здесь он преступник, но в глазах наших людей большие деньги – это уже преступник. Ну, вы задали два вопроса, первый, кого считать просто, там, олигархом или богачем, а кто преступник, ну, возможно, там, эту линию иногда трудно провести интуитивно, это будет большой разговор, это нужно тогда называть фамилии, говорить, вот этот, наверное, все-таки это преступная группировка, но они потом ведь менялись, они вначале что-то захватывали, как братья Шевченко захватили, Невский там, а потом они хотели становиться все более и более легальными, уйти от своих криминальных корней. Вот, это первый вопрос, который я точно не могу вам ответить. Но, тем не менее, на мой вкус я вижу вот этого человека, даже больше того я хочу сказать, я думаю, я не могу это доказать, но мне так кажется, вот, что большинство крупных олигархов, выросших в 90-е, имеют свои скелеты в шкафу. Ну, слушайте, наверное. Нет, ну я не ответил на вторую часть вопроса. Сейчас, сейчас вы ответьте, я просто по поводу скелета в шкафу, это вспомните, это Рокфеллер, я понимаю, да, знаменитая фраза, что я готов отчитаться за любой миллион своего состояния, кроме первого. Первоначальное накопление капитала... Дальше я молчу, переходите ко второму вопросу. Нет, вы знаете, что я могу конкретно называть фамилии людей, которых я знал, которые, мне кажется, действовали достаточно осмотрительно, шаг за шагом. Честно. Ну, да, в какой-то степени, да. И стали богатыми людьми. Стали богатыми, да, можно было. И не надо их называть преступниками. Да, я могу сказать, что я отказался, например, от своего богатства в конце 90-х, я ушел ни с чем. Но я же тоже стал как бы... Да, это возможно было по-всякому, разные были люди, безусловно. Я тоже не хочу называть фамилии, понимаете? Теперь по поводу коннотации олигарх. Да, вот это как бы ведь статистика, да, наверное, у нас, наше население, вот, считает олигарха человеком изначально преступным. А откуда это растет исторически? Из того момента, когда мы отпустили цены, и большинство людей мгновенно почувствовали себя нищими. Инженеры остались без работы, потому что закрылись предприятия, и они пошли мыть окна узбеков и раздавать рекламные арестовки угол Невского и Фонтанки. Понимаете? Вот этот момент, если бы приватизация была сделана чуть более осмотрительно, я не осуждаю, возможно, другого выхода нету, но аргументы я обязан назвать, потому что они очевидны совершенно. В конце концов, если сделали ошибку, все ошибаются, но люди брались за судьбу такой страны, они должны были делать меньше ошибок. Хорошо бы, чтобы они меньше делали ошибок. И в результате мы пришли к тому обществу, которое мы увидели в 2000-е, 2010-е. Там много хорошего было, я не спорю. Разве сравнить ту жизнь, которая сейчас, и жизнь, которую я помню, 80-е годы? Конечно, безусловно. Самое главное, что отпускание цен наполнило все магазины. Не знаю, как сейчас будет, но все эти годы мы знали, что в магазинах, пусть дорого, но все можно купить. Безусловно. Не было дефицита. В любой стране, даже в самой благополучной, людям всегда не хватает денег. Люди всегда жалуются на недостаток денег. И мы с вами жалуемся, и я жалуюсь на недостаток денег. Но при всем при том, я думаю, что очень многие, мы видим, как многие люди могут себе уже позволить то, что мы считаем даже дорого, и какие-то продукты покупать. Я уже не говорю о том, что практически все на машинах. Давайте откинем новый мир, который начался вот сейчас, потому что мы не знаем, что это будет за мир. Но в предыдущем мире, что мы получили? Мы получили свободные поездки в Европу. Например, для меня это было открытие, как раз у меня отбыл срок секретности к 90-му году. Я стал ездить, и я буквально во все свои служебные командировки за свой счет брал жену и ребенка, и мы сумели посмотреть мир, понимаете? Мы видим, в общем-то, современную технику, скоростные магистрали, города меняются, появился интернет, появились современные компьютеры, ноутбуки и так далее. Мир совершенно другой. Он весь менялся, но мы, находясь в этом рынке, мы как бы втягиваемся в него и становимся его улучшать. Мы не сильно отставали, понимаете? В бытовом плане. Да, в бытовом. Мы шли в ногу с миром. Ну, более-менее современное. Что будет дальше, мы действительно не знаем. Я даже более того вам скажу, вы, может быть, удивитесь, например, я три года никуда не ездил из-за коронавируса, но вот раньше я ездил, последние мои, например, поездки по делам в Германию, я могу сказать, что вот бытовой интернет в кафе и прочее у нас лучше-лучше, потому что не в каждом кафе в Германии это есть, где-то это платно, а у нас везде, придешь везде, пожалуйста, это никакой проблемой. И эти цифровые услуги, которые сейчас, это госуслуги. Ну, потом я считаю, что вообще русский сегмент интернета очень хороший, это талант нашего народа, безусловно. Так что вы зря вот так ругаете 90-е, откуда все это, как вы говорите, выросли. Могли бы лучше жить. Нет, я не говорю, что... Кто же против того, чтобы еще лучше? Ну, понимаете, надо увидеть, откуда росли вот эти наши сегодняшние проблемы. Многие сегодняшние. Да, я... Ручной парламент. Некоторые доказывают, что да, в такой стране, как наша, разнородная страна, конфессиональная, огромной территории, что у нас, нам как бы может прижиться только авторитарный стиль. Но надо было попробовать. Ведь был период, когда парламент был неручным. И не надо было этого бояться. Может быть, у нас жизнь была бы лучше, если бы была борьба мнений. А мы так говорили, о, придут коммунисты, нас пугали. Может, они и не пришли бы. И потом, как можно сегодняшних коммунистов вообще сравнивать с коммунистами, которые были когда-то? Ну, немножко сами виноваты. Не надо было ходить с портретами Сталина, знаете. Это безобразие, я считаю. И название коммунистическое совершенно. Они обычная социалистическая партия, европейская, по своему стиху. Так вот, и назвали бы себя так. Назвали бы себя так. Они продолжали ходить с портретами Сталина, потому что Геннадий Андреевич считал, что так он завоевывает любовь народа глубинного. Он ничего не считал. Он так боролся за электорат. Он это так видел. Да, я про это и говорю. Так он боролся за электорат. Тем не менее, он не особо рвался возглавить страну в 96-м году. То есть, он был счастлив, что он проиграл 96-й год. Это точно совершенно. Потому что он не знал, что сделать с этой страной. Знаю. Останавливать прежнюю систему невозможно. Это даже он понимал. Я думаю, что и понимает до сих пор. Да, понимал. А строить дальше капитализм, он как бы вроде тоже странно. Уже был пример Китая. Ведь Китай, посмотрите, как интересно. В 80-е годы Китай еще существенно отставал от Советского Союза. Не говоря на душу населения, даже по объемам. В 80-е годы. Какой он рывок сделал за этот период. Ну, хорошо, страшно. Спасибо рынку, что он говорит. Спасибо рынку, спасибо. Хотя при партии, партийном руководстве. Ну, слушайте, партия, называйте партией, знаете, назовите партией администрацию президента. Ну, вы знаете, я думаю, что там, она совершенно, я не верю, что она социалистическая страна. Я в Китае довольно много был. У меня ощущение, что просто страна с развитым госкапитализмом. И она очень сильно контролируется тем, что называется коммунистической партией. Она сильно контролируется. Слушайте, ну, я не вижу больших различий с нами. Между прочим. Да. Потому что у нас также все контролируется. У нас называется это не коммунистическая партия. Ну, вот сейчас многие обсуждают, что сейчас надо сделать, что уменьшать долю госсектора, что это позволит повысить конкурентоспособность. Безусловно. Чем это вам любой экономист скажет, который эффективно, конечно, чем свободнее, тем эффективнее. В общем, я хочу итогово ответить на ваш вопрос, нужна ли эта книга. Да. Вот вопрос, нужна ли не нужна, жизнь покажет. Я думаю, что я такой вопрос даже не задаю, иначе бы вы ее не написали. Но мне кажется, что я постарался ее сделать с минимальным как бы субъективным фактором, насколько я смог, насколько смог, потому что я не могу от этого. Потому что мне не нужно отстаивать свое имя и свою роль в 90-х годах. Я был такой средней единичкой, и это совершенно не имеет значения. Но я попытался написать максимально объективно. И думаю, что там много есть интересного, потому что я неплохо знал жизнь и бизнеса того времени, и как бы так, захребетного бизнеса, то есть криминальных структур, к сожалению, к сожалению, неплохо знал. Поэтому я максимально пытался показать... А почему к сожалению? Зато вы жизнь узнали, зато вы можете об этом написать, потому что это же интересно. Я вам скажу, наверное, по лицу моего видно, что я еврей, правда? Вот. Но у меня моя еврейская мама уже не жила. Если бы она посмотрела, с кем я общаюсь, она бы сказала, Лёва, почему ты общаешься с этими людьми? Почему вокруг тебя такие люди? Сказала бы мне моя еврейская мама. В 90-е годы. Да, в 90-е. Не сегодня. Не сегодня. Не меня имею в виду, я надеюсь. Нет, ну, я из бизнеса ушел в начале Березовского, и с бизнесом я вообще закрыл вопрос где-то в 2010 году. Я практически закрыл почти все свои бизнесы, оставил в ограниченном объеме для семьи, управляет мой сын. И в 2012-м появилась моя первая книга, и сейчас это основная моя деятельность. Ну, как вы поняли, что из ваших слов, я думаю, что наша аудитория поняла, что Саша Кургосветов – это ваш псевдоним. Псевдоним, да. Вот, но если вас интересуют книги Саши Кургосветова, то ищите на авторство Саши Кургосветова. Кстати говоря, очень много неплохих книг. Говорю я, чтобы, конечно, Саша не слышал, как я его хвалю. Спасибо. Много хороших книг, в том числе, кстати говоря, для детей. Дети в Пузнецах читают, поэтому покупайте им книги, покупайте им журнал «Дилетант». Я знаю, что это один из немногих журналов, которые читают дети, между прочим. Им это интересно. Он рассчитан на детей в том числе, потому что в очень доступной форме он рассказывает… Могу подтвердить, журнал «Дилетант» очень интересный. Ну вот видите, как раз уж мы вдвоем… Хотя там статьи бывают по вопросам, в которых я, например, не дилетант, я читаю их с удовольствием. Да, это и для дилетантов, и для профессионалов. Да, да. Так что читайте, читайте Сашу Кургосветову, читайте «Дилетант» и 90-е годы – это период, еще раз повторю то, что я сказал в самом начале, это период, к которому мы еще не раз будем возвращаться. Оттуда и там действительно очень много что выросло. Программа «Дилетант» – до встречи.